Друзья, всем привет, с вами Яков. Ну что ж, как многие говорят, донат зло. И вот этим донатом пропитаны многие современные игры. Не исключением являются и последние игры компании Blizzard. В частности, Diablo игры. Это та же грядущая Diablo 4, но также Diablo Immortal. И вот что касается последней, то есть Diablo Immortal, за донат в этой игре компания Blizzard получила штраф. Что, как, почему, давайте разберёмся. Итак, европейская рейтинговая система компьютерных игр, она же PG, выставила штраф компании Blizzard за то, что она по сути постфактум ввела в Diablo Immortal лутбоксы, о которых не было заявлено до релиза. А если в игре есть лутбоксы, то рейтинг у игры должен меняться. Лутбоксы появились, PG не были информированы. За это и штраф. Это вы сейчас, наверное, сможете прочитать во многих статьях. Ну а лично я давайте более подробно объясню, как это всё работает. Во всяком случае, в Diablo Immortal. Так вот, что касается самой игры, то в магазине там, в принципе, всё прозрачно. Белым по бортовому написано. Сколько и чего стоит. Ну и по опыту скажу. Не в смысле того, что я доначу, а в смысле того, что я знаю, что игрок там покупает, а самое главное, что он за это получит. Так вот, там на ровном месте можно слить немаленькое количество долларов. К примеру, сотню. И при этом ты практически ничего не получишь. То есть деньги на ветер. Но да ладно, в любом случае ты видишь, что ты покупаешь. К примеру, те же сферы, чтобы купить те же глифы. А вот когда ты глифы используешь в порталах, тут уже, как говорится, рандом. Как повезёт, так повезёт. К этому претензий нет. И тут действительно всё прозрачно. Но компания Blizzard часто устраивает различные ивенты. Постоянно и постоянно эти ивенты проходят. Ивенты разного характера. Но как минимум уже было два ивента, вот в которых как раз-таки эти лутбоксы были замечены. Как это всё происходит? То есть запускается событие и любому игроку, неважно донатит он, не донатит, даётся возможность на удачу что-то себе из обвеса получить. Это может быть или эмоция в игре, или визуалка, допустим, каких-то элементов доспеха, или же оружия, или же, допустим, какие-то крылья. В общем, что угодно из набора. Но в то же время игрок может получить всё из набора. Безусловно, при этом купив кейс. Открывается кейс, а там рандом, не то что тебе надо. Нужно крылья, бери ещё один кейс, открываешь, а там опять-таки ничего. Вот это и есть лутбоксинг. То есть он не постоянно работает в игре, но он имеется. На ограниченный период, но всё-таки компания Blizzard лутбоксы в игру вводит. И вот именно за то, что они имеют место быть, эти лутбоксы, Пиджи и выписал штраф компании Activision Blizzard. Да, штраф, безусловно, смешной. Это всего лишь 5000 евро. Для Blizzard это как бы ни о чём. Но в то же время это камень в огород. А это и подмощенная репутация, возможно, меньше кредит доверия, а как следствие, более тщательные проверки в будущем. Вот такая ситуация. А как следствие, в ближайшее время компания Blizzard должна пересмотреть политику. По отношению к Diablo Immortal, ну и как минимум, менять рейтинг у игры. Вот такие новости, держу в курсе. Ну и что вы думаете о донатах в Diablo Вселенной, Diablo Immortal, грядущий Diablo 4? Может быть маленький штраф? В общем, любые ваши мысли оставляйте в комментариях. А я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте, но играйте только в хорошие игры.